ОПЕК Плюс перенесла встречу из-за нового штамма коронавируса. Организации стран экспортеров нефти необходимо дополнительное время, чтобы оценить влияние южноафриканского омикрона на стоимость котировок. Bloomberg передает, что теперь министерское заседание состоится 2 декабря. На несколько дней позже также пройдет встреча технического комитета экспертов ОПЕК Плюс. Информация о новом штамме стала одной из причин падения цен на нефть. Насколько просели котировки? Об этом и не только в деловом обзоре у Камилы Тастамбековой. Мировые рынки испугались нового штамма коронавируса. Омикрон увел инвесторов в защитные гавани и успел обвалить стоимость нефти. Бочка североморского сорта Brent и легкая техасская смесь WTI стали дешевле более чем на 10%. Фьючерсы торгуются по 72 и 68 долларов соответственно. После обнаружения нового штамма коронавируса некоторые страны сразу же объявили об ограничении авиасообщения. Такой шаг всегда сигнал, что потребление черного золота вероятно начнет сокращаться. В настоящих условиях это чревато избытком предложения на рынке. По данным Bloomberg, ОПЕК Плюс может отказаться от увеличения добычи в январе. Альянс скорее всего займет осторожную позицию, отмечают представители крупнейшего в мире нефтетрейдера Vital Group. Тем временем мировые биржи вслед за нефтью также просели. В среднем падение произошло от 2 до 5%. По данным агентства Bloomberg, снизились ведущие азиатские и американские индексы. В аутсайдерах также оказались российские и европейские. Сильнее всех упали акции авиакомпаний и предприятий туристической отрасли. На 10-15% доллар на мировом рынке резко ослабил к евро. Если эпидемиологическая ситуация в мире ухудшится, то федеральная резервная система может перенести сроки повышения базовых ставок. Нашлись и активы, которые чувствовали себя лучше. Остальных это японская иена и швейцарский франк. На новый штамп ковида отреагировала самая популярная криптовалюта. Биткоин стал стоить около 54 тысяч долларов. По данным компаний CoinMetrix он потерял 8% за сутки. За месяц цена цифрового актива упала на 20% с рекордного максимума в 69 тысяч долларов. Перейдем к событиям в нашей стране. Больше кадров нужно строительной отрасли Казахстана. По сравнению с 2020 в этом году число вакансий на рынке увеличилось на 53%. По данным одного из крупных сервисов по поиску работы, это связано с повышением в стране спроса на недвижимость. На это в свою очередь могла повлиять возможность использовать свои пенсионные накопления для покупки жилья. Увеличилось и количество желающих работать в сферах строительства и недвижимости. Число резюме выросло на 174%. В прошлом году в Казахстане наоборот наблюдался дефицит кадров. На 10 вакансий в отрасли приходилось 8 специалистов. И к другим темам. Финансовая подушка безопасности нужна нам для защиты от непредвиденных жизненных обстоятельств. Уволили с работы и нечем платить за аренду квартиры или кредит. Возникли проблемы со здоровьем и больничный затянулся. Ситуации, которые в один момент могут выбить нас из колеи масса. Что делать, если форс-мажор произошел, а сбережений нет. Рекомендациями для плана Б поделились специалисты портала Финграмота. Если вы вышли на просрочку и об этом вам сообщили сотрудники банка, микрофинансовой организации или коллекторского агентства, то в течение 30 дней с момента ее возникновения необходимо обратиться к своему кредитору и подать заявление о реструктуризации. В департаменте защиты прав потребителей финансовых услуг сообщили, что с 1 октября в Казахстане действует новый порядок досудебного регулирования просроченной задолженности. Его суть в том, чтобы заемщики кредитной организации смогли найти компромисс. Если договориться не удалось, то нужно обратиться в агентство по регулированию и развитию финансового рынка. В некоторых ситуациях пережить трудности помогает страхование, к примеру, в тех случаях, когда их причиной является болезнь. Снизить нагрузку этот инструмент может, когда дело касается вашего имущества. При краже автомобиля страховая компания возмещает его стоимость. Нет формулы, по которой определяется идеальный размер финансовой подушки безопасности. Каждый человек устанавливает его для себя сам в зависимости от своих доходов и расходов. Считается, что эта сумма должна составлять не менее шести ежемесячных окладов, сообщили эксперты Финграмоты. Желательно накопить столько, чтобы иметь возможность 3-4 месяца жить в обычном режиме. Поэтому необходимо откладывать до 10% от своей зарплаты и иного заработка на депозит сразу же после получения дохода. Этот процесс не быстрый, однако такой подход позволяет безболезненно накопить сумму, которая может понадобиться для покрытия непредвиденных расходов в будущем. Планируйте свой бюджет, составляйте финансовый план. Пока на этом у меня все, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова